Создание таких комплексов, получение сельскохозяйственной продукции на промышленной основе, стало важной нашей заботой. Только комплекс позволил нам выращивать теперь 15 тысяч голов свиней в год. Это ли не богатство? Или возьмем другой комплекс, зерносушильный, коротко КЗС. Его производительность в полной мере обеспечит колхозное зернопроизводство. Понятно все это? Можно вопрос? Пожалуйста. Вот вы говорите, мелиорация, химизация, механизация. А это каких денег стоит? А деньги чьи? Колхозные, наши. Возьмем КЗС, к примеру. Возьмем. Зерносушильный комплекс обошелся колхозу в 168 тысяч рублей. Пропустили мы через него и тем довели до высшей репродукции 2500 тонн зерна. Несортовому ему цена примерно 400 тысяч рублей. А сортовое, обработанное на КЗС, стоит на 360 тысяч больше. Вот и выходит, что в первый же год эта техника не только окупилась, но и дала чуть не 200 тысяч рублей прибыли. Так правильно сделал колхоз, что купил зерносушильный комплекс? Правильно. Подведем же итог. Лучший путь увеличения производства сельскохозяйственной продукции и улучшения качества, это интенсификация всех отраслей хозяйства. Миллиорация земель, раз. Этимизация, два. Комплексная механизация земледелия и животноводства, три. Нет по этому пункту возражений. Здесь интересы государственные, интересы личные полностью совпадают. Это как же так получается, то есть? А вот так и получается, что интересы государства, интересы всего нашего общества, в полной мере сочетаются также с интересами колхозников. Такая у партии политика. И главный рычаг этой политики, экономическое стимулирование сельскохозяйственного производства. За центр зерна, продаваемого государству в счет плана, нам платят 116 рублей. Но за тот же центнер, того же зерна, продаваемого сверх плана, государство платит хозяйству 174 рубля. В полтора раза больше. Стимул это или не стимул? Ну, стимул. И так со всей колхозной продукцией. Что ж, выгодно ее производить больше или не выгодно? Ну, выгодно нам. То есть колхозу. Ну, а мне? Колхознику? И колхозник. А как же? Вы когда лучше зарабатывали? Когда колхоз в отстающих тянулся или теперь? А из чего он складывается? Заработок. Прежде всего, все члены колхоза регулярно получают гарантированную оплату за объем выполненных работ. Плюс к этому, колхозники получают оплату за количество и качество произведенной им продукции. Это, так сказать, основная оплата труда. А дополнительные к ней? За победу в соревновании получает колхозник? Получает. Это все только деньгами. А натуральная оплата за перевыполнение плана? А доходы отличного подсобанного хозяйства? А вы, отец, кроме денег от колхоза, получаете еще из государственно-колхозного фонда пенсию. Савелий, брат ваш старший, пенсии такой не получал. Не было я 15 лет назад у колхозников. А теперь есть. Так или не так? Да только ли пенсии не было? В прошлом году более миллиона рублей мы вложили в строительство. На приобретение новой техники. Какой теперь в колхозе дом культуры? Дворец. Какие новые дома строятся для колхозников? Как благоустраивается поселок? Все это и есть, товарищи, реализация наших планов. Так я говорю? Так-то ну так, кто спорит. Однако же... Какое еще однако? Ну вот вы говорите, комплекс, техника, миллионы вкладываем в них, что значит больше продукции сверх плана, поскольку за нее прибавку дают. Ну так, а как возьмут, да на будущий год план-то увеличат. Бывало же такое раньше. И будет эта продукция уже не сверх плановая, а обыкновенная. Плановая. Ну, без прибавки то есть. А денежки на технику уже того, потраченный. Да как же тогда с доходами будет? Может так случиться? Нет. Так случиться не может. План закупок у колхозов устанавливается теперь на пять лет. Так еще в 1965 году решил мартовский пленум ЦК партии. Слово партии твердое. Пять лет. А за это время все вложения многократно успевают окупиться. И значит выгода от всех затрат прямая для хозяйства. Есть еще вопросы? А нет? Так вот что я вам скажу. Мало разработать хороший план. Мало проголосовать за него. Главное его выполнить. Лучше работать. Старательно. С полной отдачей. Как потрудились мы в прошедшую страду. Понимать и всегда помнить. Дальнейший подъем сельского хозяйства партия рассматривает как важнейшую общегосударственную, общенародную задачу. ПОЁТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ 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 Продолжение следует...